Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер с праздником всех. Как известно, весь авиационный мир России и стран бывшего Советского Союза в ночь с 12 на 18 августа отмечает День Воздушного Флота, с чем вас и поздравляют. Ну тут целая история, в принципе, если, может, потом мы поговорим. Ну, для начала, я же не просто так поставил эту музыку, чтобы не забыть мелодию. Я летчик. Красивая плана, лопатка, лопатка, и кажется, не будет кто-то порой. Я летчик. И звук от турбины на земле лучший звук, а мой самолет это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездомным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту о небо я душу продал, мне кажется, и от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже в мурый денежек. Спокойно по ней стерово в нем петлю, скручу от души, и там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка, предалец, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько жертв. Я летчик. Кондез весь потол можно просто отжать, и кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Покойного мистера в нем петлю скручу от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка, предалец, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а до днею. Я летчик. По нити глиссада иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет, общага, мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь на пролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обрезан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Покойного мистера в огнем петлю скручу от души, там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит степлю, но небо родное придать я в один небо смею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Спасибо. Вот крайняя неделя какая-то такая была совсем пилотажная. И русские Витязи и Стрижи летали по большой необъятной. Витязи выступали в Улан-Удэ. Стрижи полетели на Шагол в Челябинск. Я со Стрижами летал, и мы надеялись, что мы вернемся в Кубинку. Но главком ВВС решил, что все-таки 12 августа, это нынче действующий день ВВС. И в Липецке проводили фестиваль пилотажных групп. Должен был быть министр обороны, что-то он не прилетел. Но главком был. И вот буквально оттуда. Я думаю, что, наверное, я сегодня в интернете полемизировал с одним товарищем. Поздравляю вас с настоящим днем Воздушного флота вот сегодня. Я говорю, ну, есть мнение, допустим, завтра. Он, а почему? Я говорю, а потому, что был указ Сталина в 1933 году. Был объявлен 18 августа, объявлен днем Воздушного флота Рабочко-Кристианской Красной Армии. И он просуществовал до 1980 года. То есть, так если сказать, то это самое золотое время советской авиации. То есть 1934 год — это первые герои Советского Союза в Челюскинской эпопее. Потом бои в Испании, Халхенгол, Хасан, Финляндия, и Великая Отечественная война, и затем развитие реактивной авиации Советского Союза. И, в конце концов, даже, не даже, а величайшее событие — это первый космонавт в мире, Юрий Алексеевич Галин, он военный летчик. То есть 18 августа, ну, тоже не привязан, а имеет большое обоснование. Вот с 1980 года был указ Президиума Верховного Совета о том, что 3-е воскресенье августа, то бишь, вот сегодня — это день Воздушного Флота, и в 1997 году признопамятный Борис Николаевич Ельцин с подачей, видно, каких-то лиц, ну, тоже сведущих в вопросе, 12 августа 1912 года был подписан указ царя о формировании воздухоплавательной части в составе Генерального штаба, что является днем основания Военно-Воздушных сил России. И вот я сегодня в интернете говорил, что, наверное, лет через 10-20 мы привыкнем уже, что, 12 августа. Хотя вот именно вот этот промежуток, как я уже сказал, в ночь с 12-го на 18-е августа, он авиаторам нравится. Ну, учитывая то, что вот прошлая неделя была вся пилотажа, мои песни. Нас сравнивают птицами, пустое. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постове, А птиц мы любим, только не по курсу. Мы выпали из людных наставлений, И, может, улыбнемся их листая. В театре пилотажных представлений Мы вместе, словно маленькая стая, И верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо мы, в строю застык, Нам разрешают делать все по краю. Это было срыв потока, Это лишь потока срыв, Нам не сорваться, главное летает. Мы гвардии летающие стоят. Каскад фигур и перегрузки душат, И, в общем, тяжело, А не смертельно. Зато приятный женский голос в уши Настойчиво твердит, что все предельно. Пусть даже смог, Но мы ждем с небом встречи, Ведь в небе все по-честному не врут. Здесь крылья, как друзей, надежные в плечи, А в двух руках две ручки рус и рут, И двигатели голос не сорвут. Вращаем небо мы, в строю застык, Нам разрешают делать все по краю. А срыв потока, это лишь потока срыв, Нам не сорваться, главное летая, Мы гвардии летающие стоят. Нас в разных странах ждут аэродроны, На полную везде работать будем. И после, как всегда, вернемся к Туну, А тех, кто не вернулся, не забудем. Гвардейский полк, навеки наша память, Иван Никитич Кожедун, он с нами вечно. Дай Бог успеет нам в небе след оставить, Ведь летный век до пули скрытечен. И распуска мы крикнем вам, До встречи! Та-да-да-да-да-да... Та-и-и, та-да-да-да-да... Та-и-и, та-да-да-да-да-да... Та-и-и, та-да-да-да-да... Прощай небо мы, в строю застык, Нам разрешают Делать все по краю, А срыв потока, Это лишь поток срыв, Нам не сорваться, главное летая, Мы гвардия летающая стая, Гвардейская летающая стая. По-другому быть не может, потому что вчера в 13.06 случилось ровно 5 лет, как Игорь Валентинович Ткаченко ушел в последний полет. Мы вчера собирались на кладбище, было очень много речей, таких искренних, проникновенных. И вот как-то символично получилось, что батюшка, когда заканчивал свою проповедь или речь, в это время пара Су-25-х с авиабазы Приморско-Ахтарск прошли. То есть ребята, естественно, даже не слышали, что там на земле происходит. Они взлетели, вышли по кругу, и именно тогда, когда это было нужно. То есть все там видят. И Игорь наблюдает за своими летчиками и все остальные летчики, кто ушел в последний полет и кому посвящается эта песня. Третья песня. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным путь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же нашим. Но суров. А здесь главное исключительно суров. А встретили с отчет на все пять баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Не ясно, как отсутствует металл. Хоть крылья за спиной не наблюдаю. Летаю. Сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски дождя нас ложный. Мы стали здесь все не настолько безуможны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать и без границ нам открыты Любые районы. И небо сюрпризов для нас Здесь ушей не таит. Но как же мне хочется выпить Стакан этот граненый. Что с хлебушком черт он У флота со мною стоит. Мы живы, хоть оплаканы родные. Нас радует здесь небо холодок. Не рай, не рад, а где-то между ними Невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по сослугам не проходим. А в ад нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП нам ходит. У нас отдельный летный карнизон. Для летчиков отдельный карнизон. И главная одна на всех задача Летать с живыми, стись по небесам. Не стараться уберечь парней. Иначе всем плохо, Коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно, полете, бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Но стали здесь все не настолько безвожны. И нам уже можно. Теперь уже можно. Летать без границ нам открыты Любые районы. И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит. Но как же мне хочется выпить Стакан на тот раненый. Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит. Вне возраста Все летчики в полете Равны все И летеха Николовком Здесь Нездеров с Гагарином В почете И Уточкиным С одесским юморком А Вася Сталин Ну да, с огняком Шумит нам Происправность в седьмой части При попе мол За это под расстрел Наверное, грузина здесь прав отчасти На днях вам целые порты опять сгорел И новый экипаж там прилетел Теперь и сам Я здесь таких встречаю На входе В гарнизонном КПП Я здесь за подготовку отвечаю В соответствии с небесным КПП Здесь курс другой Небесный КПП Здесь поздно в полете Бывать осторожны На все виды допуски Даже на сложные густары Здесь все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уже не тает Но как же мне хочется Выпить стакан Тот Граненыч Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит А как же мне хочется Выпить Стакан Тот Граненый Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Нам уже можно Теперь уже можно Нам уже можно Ну вот опять же Вчера говорили Когда на этом Вот сборе Мероприятие Дело-то живет И по-другому Наверное быть не могло В том числе Потому что им занимался Игорь Валентинович Ткаченко Вот выступал Владимир Павлович Басов Это первый ведущий Пилотажной группы Стрижи Я еще старшим лейтенантом С ним познакомился В Лиде Когда служил там Прилетали к нам На 50-летие Первые штурмовые дивизии Тогда она была Бомбардировочной Вот он вчера говорил Что нам было проще Первым Потому что летали На новой технике Абсолютно новой Единственная проблема была Это были первые визиты За рубеж И вот это было Сложно Из-за железного занавеса Только как Начинающего давать трещины Ткаченко было тяжелее всех Потому что Вот эти Беспредельные середины 2000-х годов Когда техника Ну по ресурсу Она превратилась Просто уже Так Из-за позволения Сказать Почти врухлить Это были Разновесовые Самолеты И так далее Но тем не менее Вот Игорь Смог это все сохранить И Дело его продолжается Вот командир Пилотажной группы Русский элитизи Сергей Щеглов Продолжает это дело В том числе Этим только гордиться можно Я недавно Интервью давал Именно на эту тему Сказал Что это Это знамя России Следующая песня Новая песня Премьера составилась Относительно недавно В Перми Потому что Именно там базируются Эти самолеты Это Ну что-то Песня до сих пор Так толком без названия Но это что-то Нечто военно-воздушной Лирики В приложении К самолету Биг-31 Очень большой такой истребитель Единственный из истребителей Который классифицируется Как корабль И летчик Сидящий В первой кабине В передней Он командир корабля И там Незвение Четыре самолета Это не звено Это отряд Вот То есть Такая серьезная машина Аналогов которой В мире нет И в общем-то После ее появления Американцы Со своим Недосягаемым СР-71 Лагерд Его сняли С вооружения Две летных смены На сегодня В плане И на стоянке Ждут нас Корабли Заря Разлилась Алой краской В пятом океане Со штурманом Отчелем От земли Рев двух сердец Двух пламенных моторов Нас граждане Загрохать Уприкнуть Но кто-то в небе Нас проводит Восхищенным ссором Отряд уходит С громом На маршрут Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Путничной страны Под крыльями Поблескивают реки И небо По маршруту Как проспект Там на земле Нас ждать Остались Вынутые чеки И значит На чеку Боекомплект Ракеты Мирно Дремлют На пилонах И верят Что не будут С ветерком Отчаянно Носиться На различных Эшелонах В погоне За каким-нибудь Врагом Пугом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство С щитом Бескровищ Пугничной страны По облакам Корабль Как по волнам Хоть сорок тонн А словно На легке И если что Мы можем При желании На полном Увидеть звезды Днем На потолке Ну а пока Увидеть бы Илюшу В просторе Океана Голубом Кораблик наш Воздушный Он ведь Тоже хочет кушать Он пьет А наши Нервы Узел Кругом Кругом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Пугничной страны Как в гавань корабли Идет снижаясь Отряд вернулся Самолет Уврять И пусть нельзя Мы курим На стоянке Улыбаясь Пока машины Техники Чехлят Усталые Но радостные Лица И громче Нет Звенящей Тишины Дай бог Нам уходить В полет По плановой Таблице Когда по плану Значит без войны В другом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство К счетам Великой И родной Страны Спасибо Спасибо Ну вот я смотрю как народ уже перестал прибывать потому что некоторые задерживались по уважительным причинам, я знаю даже кто, то есть можно уже сказать, что экипаж в сборе. Кстати, вот вчера выступал в Театре Российской Армии на большом-большом концерте в честь Дня Войны Воздушных Сил, одновременно он был посвящен 100-летию маршала Кутахова. Я вот сказал, что авиация — это в вооруженных силах в армии самый крепкий коллектив, если хотите, корпоратив. Ну, а по большому счету такой дружный экипаж. Вот но пять, да бронда взлет, небо снова нас взлет, и бетонку с Богом отпустит. Набираем эшелон, не плевать нам на циклон, вновь поют Модора в сборе мотив. Сквозь болтанку в облаках, выйдем к солнцу в небесах, Все дожди остались под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 0,5, Четка держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить, Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, Но не проложит штурман нам другой маршрут, Наш главный курс туда, где дом. И с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас все не ждут, Да мы же сами, как семья, мы экипаж. Снизу море мой блокад, 5,7, мы пока крепкий чай, в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом, На земле в посадке мы нанерем. Командир на руку спор, наплевало на коридор, Доворот, прокладка с эталой. Пусть земля за трусы шлет, борт радист всех отошьет, Нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам ходить, Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом. И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, Но на земле нас всеми ждут, Да мы красами, как семья, мы экипаж. И пока автор пилот удлиняет наш налет, Командир прочтет свой детектив. Неспокойны мы вполне, Мы уже не на войне, Шум ее до нас погашет. Стих. Пусть приходится летать, В те места куда послать, Даже по маме не пошлю. Нам уже не привыкать В обеззоловку играть. Знал бы прикол, Знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам хотеть, Чуть-чуть побольше, Чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Погодный минимум предел, Но не проложит штурманам Другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, И с нетерпением мы ждем, Когда над городом заложен мы вираж. И путь каждый день опять идут, Но на земле нас всеми ждут. Хоть мы же сами, как семья, Мы экипаж. Да мы же сами, как семья, Мы экипаж. Мы экипаж. Совершенно неожиданно для себя. Пел вчера эту песню на концерте. Тут, как всегда, у меня целая история. В Липецке 12 главком лично попросил поучаствовать в этом концерте. Ну, не откажешь же главком. Ну, хорошо, я уехал в Минск. На следующий день мне звонит режиссер Этого всего концерта. Он говорит, вы скажите, какую песню Вы там будете петь? Ну, я понимаю, что концерт сборный. Я говорю, ну, я буду петь две песни. Не-не-не, песню только одну. У нас большой концерт, много участников. Я говорю, да вы знаете, говорю, Ну, там просто главком заставит, наверное, кого-то это сделать. Он, ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Я говорю, ну, я лётчик, врачи прилетели. Понятно, одна поизвестнее, другая, потому что главком летал на Су-25. Он, ну, хорошо, хорошо, наверное, да. Приезжаю, вчера туда прихожу, Говорю, а где этот полётный лист? Ну, когда я выступаю? Говорю, да вот, смотрю, что написано, я лётчик, Борт-05, врачи прилетели. Я говорю, Борт-05 откуда взялся? Главком сказал. Ну, по этому поводу там ещё я потом расскажу. Хотя, кстати, режиссёр мне такой говорит уже за кулисами. Ну, концерт идёт, вернее, начинается. Он говорит, Вы не будете расстраиваться, что вы после Ларисы Долиной поёте? Я говорю, ну, неравные, конечно, весовые категории. Да-да, ну, уже ничего. Я говорю, как же ничего? Ну, я больше популярен, чем она, вариация. Вот да? Ну, так скромно. Ладно. Помню на одном из концертов здесь, вот, пою-пою, и вдруг из зала раздаётся такой встревоженный голос. Николай Викторович, вертолётчики волнуются. Да, да, да. Можешь. Годы птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее выше, над землёй не до жиру быть бы живу столько лет на всех режимах. В небе мы живём одной семьёй. По ущельям и вершинам с винтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли пыль. Вместе с ним по небу ходим, мы друг друга не подводим. Спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утили. Та, что в небе от и баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе от и баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Мы нередко с ней поращались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле. Экипажем водку пили за машину и за миля, ай, на ней как папка на медле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке как усталая собраска из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямбутя не ты молотит лопастями, днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе от и баты, Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе от и баты, Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Ей поклонятся солдаты, Те, кто выжил в лет санбатах, Не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты За совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов И на разных континентах В небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, Та, которую когда-то Создал Михаил Леонтич Миль. Михаил Леонтич Миль. Создал Михаил Леонтич Миль. Спасибо. Михаил Леонтич Миль. Михаил Леонтич Миль. Создал Михаил Леонтич Миль. Создал Михаил Леонтич Миль. Мне очень не складывалось новому главкому. Тем более не откажешь. И я туда приехал. А, предварительно мне звонит продюсер. Говорит, да-да, мы ждем вас. Я говорю, мне не хочется, вам не хочется в поле чудес? Я говорю, нет, не хочется. Я говорю, я там работаю недалеко от вас на этом же этаже. Он говорит, ну ладно, но песню надо спеть. Я говорю, какие требования? Он говорит, песня должна быть до трех минут, веселенькая. Я говорю, понял, до свидания, спасибо, а это не про меня. Они говорят, ну как, значит, ну в итоге мы договариваемся, я ему посылаю несколько клипов, там, он, все хорошо, классно, но определяемся, грачи прилетели. Приезжаю на съемки, приезжают там главкомы, там, клуб главкомов Зелин, ну бывший, там, Корнуков, Царство Небесное недавно умер, Михаил, Дейнекин, значит, ну и мы там репетируем, приезжает Бондарев, к этому продюсеру, значит, так, значит, вот он споет две песни, я на телевидении работаю, я знаю, что такой формат, и что там все очень ограничено. Он, нет, нет, мы уже поговорили, он споет одну песню, он, как одну, он должен спеть грачей и летчика. Я стою, думаю, елки-палки, ну сейчас, ну я вижу, вот, шашку начинаю доставать. Я такой, Виктор Николаевич, он, помолчи. Ну, в общем, к счастью, все равно я одну песню спел, мало того, куплет один обрызывали крайний. Ну, следующая песня, ну, в принципе, я так понимаю, здесь все знают, это когда витязи летали в Бахрейн, для меня это очень дорогая песня, равно как и то событие, которое тогда случилось, когда спустя четыре года полного невыезда за рубеж, когда был у нас человек, которого даже министром сложно назвать, как-то его больше связывали, ну, с этим антуражем. К сожалению, амнистирован по непонятной причине, да, она там одна сидит дома, картины рисует песни, пишет стихи, позирует журналом глянцевым. Ну, все это очень больно ударяло вообще по вооруженным силам в целом, и, в частности, по пилотажным группам. И вот тогда это невероятное событие, когда ребята полетели в Бахрейн, пока они летели, я уже написал песню, когда они вернулись, Давид Алексеевич сказал, ты как с нами нас летал. Для меня это было очень, как сказать, очень серьезно и почерно. Летим в заморскую страну, Что далеко в чужих широтах, Мы на военных самолетах, Но наш маршрут все не на войну, Летим в нерусскую страну, Как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, Меняя снизу страны, зоны, И часовые пояса, Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, И это не на час, На жизнь, коль заниматься летным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, Комбонизация в Афуре, И кто главнейщик у них не спорят. Верблюды или аэроплан Не спорят там по мусульманам. Мы им открутим пилотаж, Сорвем в восторг аплодисменты, Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, И это не на час, На жизнь, коль заниматься летным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой Пройти и дать салют победы. На нас с небес посмотрят светы И вспомнят свой последний бой. Под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, Чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь, скажи, тупо покрышки чкалов На помощь к нам не прилетят, Но там на небе не простят. Мы небом одержимы, И это не на час, На жизнь, коль заниматься летным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час, На жизнь, коль заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как живешь, там на земле все за пределом. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Как-то мне сказали однажды, Вот это еще песня. Такая классическая у тебя получилась Бардовская песня. Кстати, позавчера На одном из минских телеканалов Дал интервью как раз, Ну вот оно завтра будет в утренней программе В честь Дня Воздушного Флота. И редактор такая говорит, А как вас там представить? Вот я, смотрите, наверное, скажем, Автор и исполнитель собственных песен. Я так, ну нормально, Автор собственных песен. Я говорю, вам не кажется это несколько... А, ну да, наверное, просто автор и исполнитель. Я говорю, ну да, У меня уже был случай, Не помню, рассказывал или нет, Когда, ну уже так давно было, лет 15 назад, Друг у меня есть Юрий Бельский, Он пишет песни замечательные в Минске, Такой в прошлом десантник воевал в Афганистане, В 103-й дивизии. И нас вот приглашают на встречу воинов-афганцев с детьми В музей Великой Отечественной войны в Минске. Там ветераны пришли. Ну и детки такие, лет 14-16, Там такого подозрительного вида, Ощущение, что они курят в руках там. Ну, сидят, Посматривая в потолок. А методист музея, такая женщина очень волнительная. Дети. Сегодня перед вами выступят ветераны Афганистана. Они расскажут о своём боевом прошлом. А ещё дети перед вами выступят барды. Барды дети — это такие специальные люди, Которые сами пишут песни, И потом их поют. Мне так сложно было после этого петь, Потому что, ну... Я грубо скажу, я ржал. Вот. С тех пор я говорю, Встреча Бельского — Здорово, специальный человек. Ну вот. Одна же жизнь всякая бывает. Значит, наверное, мы специальные люди. По полковице. Ураном борт прижат к земле. Неделю снижена стена, И полоса заметена. А мы мечтаем о тепле. И лётный домик, как отель, Куда дорога завела, Его по крышу замела. Хозяйка здешняя метель Здесь бесполезно уповать на Наша вось до риск и страх. И мы в комбезах и лунтах. Неделю вынуждена спать. Здесь остаётся только ждать В буране малого окна. Не добралась я сюда весна, Да здесь летом лишь плюс пять. От пепла никуда упасть. В седьмые сутки преферанс, И у меня на мизер шанс. Две малки вприкупят в маст. Когда б с погодой так везло, Как нынче в картах мне везёт, Но за гном опять метёт. И в юго воет, как назло, В большой земле прямой маршрут Наш штурман десять раз нанёс. Метеорологи всерьёз Нам обещаниями врут. Мы бережём сухой паёк, И как бы нам энзе не вскрыть. Не в масть погода, нечем крыть, И бесконечный дом далёк. А ждать всегда нелёгкий крест, И открывает экипаж Воспоминания всех багаж, А может скраситься наш арест. Мы под арестом упурги, И загрустим бортинженера, Ему бы к молодой жене. Да и другим здесь вниз руки И спирта в кружки всем нальёт. Под третий тост седой бортех, И выпьем и молча мы за тех, Кого не крайним был полёт. Бураном город прижат к земле, Не делась нежная стена, И полоса заметена, А мы мечтаем о тепле. Кто же вспоминается? Мы буквально через пару минут, Едем на гидроавиасалон в Ленжике, раз в два года проходит этот интересный салон гидроавиации. Кроме гидроавиации, там все время пилотажные группы. Чаще всего это были русские Витязи со старяжами, в этом году, к сожалению, Витязи не летят, они в плане были на Швейцарию. Ну, как известно, из крайних событий, не пускают их туда, но пусть и жили швейцарцы. В Геленджике летят «Соколы России» и «Липецк», стрижи Кубинка, и впервые там будет вертолетная пилотажная группа «Вербут» и «Старшкам». Я что в Геленджике-то вспомнил, просто вот эта песня предыдущая, на одном из салонов, наверное, не на крайнем, а позапрошлом, иду там по командно-диспетчерскому пункту, по вышке, и подходит женщина, говорит, «А подпишите, пожалуйста, диск». Ну, дает мне диск, «Мы же вот метеорологи, про нас песня у вас». Я говорю, «Какая песня про метеорологов?» «Ну вот, вот, там же слова такие, метеорологи в серьезном обещании мне врут, это про нас». Каждый находит что-то. Я еще сегодня про докторов песню спою, хотя я не подозревал, что она про них. Должен был сегодня на концерт прийти один мой близкий-близкий друг, у которого вот следующая песня, я у него ее дома, ну, если не писал, то, по крайней мере, дописывал. В прошлом командир 55-го отдельного вертолетного полка Дима Сергеев, Дмитрий Владимирович Сергеев, очень боевой вертолетчик с кучей орденов, сейчас директор авиакомпании одной такой серьезной. «Восточки летают над землей, низко, значит, снова непогода, но утюжим небо здесь полгода, значит, полтора, и я живой». «Натрия умножается войной», вот и с нами видно все на глаз. «Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подпатило, а кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, гасточку пятнистую мою». Подтвердят нам трассировый расчет. Не ошибся летчик-оператор, мечом, как в фильме «Терминатор», все, что снизу убивает, валят. Наш привет, он тем не нашим шлет. Скажет кто, не страшно, мол, «Вранье» нас пугает снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, а мы втроем под небом у нее. Душу виндокрылую свою Вместе с нами ты не погубила, Обозвал же кто-то крокодилом. Ту, что вместе с нами на краю ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет. Бортовой наш парень не из робких. Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Напись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту шивописные места. Сигарда, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума сводила. Что за дурень клинчит крокодилом? Ту, что выручает нас в бою Ласточку пятнистую мою. Да-да-ра-па-па, да-ра-па-па. Словно сто разбереванных богов, Всю на нас обрушили свирепость, В небе, словно маленькая крепость, Мы ведем огонь из всех стволов, Нам иначе не сносить голову. С нашей птичкой мы не отвернем, Не проходят с ней такие штучки, Бежно держу ее за ручки, Словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, С той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом Обзовет любимую мою, Ту, что вручала нас в бою, Ту, что вместе с нами на краю. Ласточку пить не стою мою. Спасибо. Спасибо. Я уже говорил, что прошлую неделю Я работал, дал со стрижами, Ну, работали они, конечно, Я работал там, снизу. Но вот уже работа. В принципе, она интересная, Не совсем простая, Особенно для голоса. Я тут три дня занимался в госпитале процедурами, Чтобы все восстановить после этих всех дел. Это как-то в Перми на крыльях Пармы Есть такой фестиваль замечательный. В этом году он проводился шестой раз. Со мной там разговаривали на радио. Ну, радио Шансон, Или какого-то термское отделение. Говорит, а вот вы комментируете. Говорит, на что это похоже? Я говорю, ну, я не знаю на что. А вы можете вот сейчас сказать в эфире Что-нибудь, фрагмент какой-нибудь из комментариев? Ну, и я там сделал грозный голос, Там, как самолет заходит на колокол, Там, а-а-а, там, браво летчикам, Образно говоря. То есть это все там, тар-тар-там. На что ведущая программа, А, ну, говорит, мне понятно. Это, говорит, примерно как футбол комментировать. Кстати, да, где-то что-то в этом есть. Да, прострижей. Тоже с песней совершенно неожиданно Для меня случилась история Именно там, в Челябинске, На том показе, где я был. Потом расскажу. Мы в классе предполетной, Словно в школе. За портами сидим, идиот урок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижан еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел в срок. Рисуем в облаках и пишем строки. Мы в небе, как набор карандашей. Протела жизнь нам столько виражей. А мы, как в школе, делали уроки. И главным был урок труда стрижей. Урок труда был главным у стрижей. Вот КБП лежит, как тот учебник, Что в детстве так хотелось мне порвать. Планшет, как будто школьная тетрадь. А летчик, как известно, не волшебник. Он только и умеет что летать. А если что, и жизнь свою отдать. Там за границей нас всегда узнают Средь хорнетов, балконов, миражей. И штурманы ухарты вспоминают Уроки географии стрижей. Была ведь география стрижей. Есть у неба математика полета. И русский, почти много этажей. Эфир не соблюдает падежей. Чертить фигуры сложная работа. Все это геометрия стрижей. Такая геометрия стрижей. Мы в классе предполетной словно в школе. За портами сидит дырок. У штурмана в руках скрипит мелок. И слава богу, мы не на приколе. Стрижан еще не вышел в небе срок. Мы в небе, нам еще не вышел срок. Мы верим, нам не выйдет в небе срок. Мы сидим в челяненске как-то вечерком. Я пою песенки. И в том числе и эту. Сережа Асяйкин, ведущий талатажной группы стрижей. Мы тут перед концертом буквально Сергею Щеглову мы звонили и поздравляли. Они сейчас... У них показ в Чуваксарах был сегодня. На День города. В Чувашии. Ну и вот Сережа такой. Да, песня, конечно, классная. Но ты, конечно, вот... Если ты знал, что ты сделал. Я говорю, а в чем... Да нас, Витязи, достали этими карандашами. Вот это в свое время также оговорка по Фрейду или по кому. Когда-то в 2007 году мы были на юбилее 6-й воздушной армии в Пушкине, под Питером. И, ну, к сожалению, покойный, тогда еще живой генеральный директор, или как это называется, должность Царско-сельского музея, академик, вылетел из головы фамилия, он такой, помню, на табуреточку встал, как ребенок говорит, здесь царское село, и я здесь царь. Поэтому я тут царем у Витязи и у Чужей. И все, а я неправильно сказал? Все правильно-правильно. Ну, это все по-доброму, конечно. Ладно, перейдем немножко к самолетам, в которых более крупные экипажи. Маршруты пишем в небе над землой, Посадки словно знаки предпринаний, Устали от внеплановых заданий, Здоровый сон, несбыточные мечты. И кто бы нам скомандовал? Отбой! Домой не успеваем, Позвоню. Жене скажу, что снова полетаем. А середа, И когда назад не знаем, Сон на юг, С ребятами махнут. У нас сегодня чартер На войну. Солдатики поднимутся на борт, И из земли отправятся в весну. Нас не курорты ждет, а аэропорт. У нас сегодня чартер На войну. Крутой колеса, да и словно камнем вниз. Коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки вмиг притихнут по билет. Нормально. Чтобы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, Как на бис. Их уведут, А привезут других. В обратный путь мы снова санитарим. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь Не стал для них. Дорогой намерений Полагих. Солдатиков на борт к нам занесут. Для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба Или не распасут. Будь проклят, чёрт, а в чартер На войну. Луна таблеткой в блистере висит. Идём ночной колесадой к дому вместе. У привода огни Как будто крестик, Который нас и спасёт, И сохранит. Господь нас всё спасает. И хранит. А дома ждёт она, Моя любовь. Шутём не скажет, Где вас буря носит, И что за пятна на конвесе. Спросит. Пусть бог простит, Но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, А не кровь. Что насупился Илюха, На чё были-то до зари. Набивают снова брюхо, Груз швартует, технери. Носят ящики солдаты, И заката акварель. Только нам не до заката, Рампа, тыльфер, Апарель. Рампа здесь не значит цена, Полупа не значит флот, Мы не взвенчиваем цены Написью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, Экипажи не впервой, И июнье испугают, Грузовик наш боевой. На взлет уходит ввы селья трутяга, Турбин грохочущей квартет поёт. Летит Илюша работяга, Бродяга, наш транспортяга, Дарбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, С газоправками маршрут, Полный корт в гуманитарке, Там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, Близких видим лишь во сне, Не печалься, брат Илюша, А лучше так, чем на войне. Это лучше, чем кады-гады, Полным ящиков портом, Посвращаем у солдат, В их последний вечный дом. Улетали от печали, Снова в небо с головой, Где-то вновь с надеждой ждали, Грузовик наш боевой. На взлет уходит ввы селья трутяга, Турбин грохочущей квартет поёт. Летит Илюша работяга, Протяга, наш транспортяга, Горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты Надоели нам уже, Штурман курит сигареты Там, на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, Что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, У него велосипед. Распростёр Илюша корылья Вместе с грузом нас несёт, Коридор ему открыли, Значит, он людей спасёт. Эх, Илья, небесный пахарь, Горб на спинке трудовой, Если где-то что попахнет, Грузовик наш боевой. Там взлёт уходит ввысь Илья, трудяга, Турбин, грохочущий квартет. Поёт Летит Илюша работяга, Протяга, наш транспортяга, Горбом по небу столько лет. Снизу парим мы по колесаде, Из зимы встречают борт, Заведут нас и посадят В незнакомый жаркий порт. Местные не бьют маклуши, Все в пределе как один, От души нальют Илюши Самый вкусный керосин. Командир на борт вернётся, Весть благую принесёт, А Ширюша улыбневаться Нижним блистером. Близнёт. Нам награды и не медали, А скорее путь домой. Руды снова по максимале, Грузовик наш боевой. И на взлёт уходит в выселье трутяга, Турбин, грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, Протяга, наш транспортяга, Горбом по небу столько лет. Спасибо. Ну, я, кстати, по-моему, рассказывал историю о том, что у нас там в Беларуси один командир говорил, что у нас не пурят штурмана, и рассказывал про того заслуженного штурмана России, который первым делом сел в кабину, снял ботинки, одел тапочки и закурил. Я думал, это единичный случай, но вот сейчас, когда со стрижами летали на шагол, я сидел в штурманской кабине, молодой парень, не буду называть фамилию, мы с ним так очень, такой говорливый, то есть такой таганрогский экипаж, ну, ему где-то там литрец. И курит во всём, я говорю, ничего. Он говорит, а командир разрешает, я говорю, ну, если летают в других, бывает, не разрешает, он же, в принципе, как бы продувает снизу вверх. Наш разрешает, и он одно за одно. А мне, я там после нескольких дорог, я такой очень усталый, мне как-то не важно. И, видно, у меня это на лице было написано. Тут раздалось такое потрясающее предложение, которое до меня, ну, дошло там спустя, некоторым говорит, вам тяжело, наверное. Я говорю, ну, так же, что-то так, ранний подъём, поздний отбой. Он говорит, хотите кислородика вам дам подышать? Я говорю, что он начнет? Я смотрю, он курит, ну, открытая кислородика. Я говорю, нет, спасибо, дорогой. Он такой ласковый. Ну, ещё про большие самолёты. В этом году просто в стулете дальняя авиация в декабре отмечается. Фрейдер лёжкой на полёт, на полосе корабль замрёт, на исполнительном молитва. Всё по карте. Витэкси 8 на упор, разбега, тринц, вираж набора. Все проблемы мы оставим там, оставимся. Маршрут проложен не на глаз, Мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен гугл. И как полсотни лет назад, Бомбёры словно на парад Идут на север, Чтоб потом уйти за угол. И словно лютерный наш борт Сопровождает нас эскорт. Вот только нет на негреорке Стровой меди. И где-то в натовских штабах Шифровки скрочат по пыхах, Летят в Атлантику Российские медведи. Летят в Атлантику Медведи. Пролитый кофе обожжёт, Болтанка нас не бережёт. Погода дрянь, И народа исплошь засветки. От фюзеляжа револьвером Производства СССР Скрытали янкисы, Что русская рулета. И вместо радостных вестей Карма доложит про гостей. У плоскостей повеснет Пара супа статов. Они ведь тоже напролом И чуть не в блистерном крылом. Такие бурзы, Как правило, из штатов. Но не изуменит курс аборт, Хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой К любимым леди. И где-то в натовских штабах Тревогу бьют, И все в веках пришли в Атлантику. Российские медведи Пришли в Атлантику. Медведи! Жаль, в океане нет дороги, Он для нас, как сеносток. Нам отыскать им надо Чёртову иголку. И ищем мы норийский страх, Авианосец на волнах. А не найдём, То всё задание без толку. И крик, Я вижу командир, Вдруг разорвёт ему эфир. Железный ящик С высоты уже заметен. Там чёрт как гнётся адмирал, Раз нас устроит и оврал, А мы так счастливы, Как маленькие дети. Качнёт нам крыльями эскорт, Пошлёт доклад про русский борт, И уберутся наши людные соседи. У них в штабах дадут отбой, Лишь будут спорить меж собой, Когда опять придут в Атлантику. Медведи придут, Ой, придут в Атлантику. Медведи! Мы на свидание идём, Друг друга с танкером найдём, И семь потов сойдёт, Но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, Мы каждой тонной дорожим, А турбулентность повысит общий тонус. Наш самолёт будет устал, Он помнит разные места, Вьетнам, Ангола, Куха и Гвинея. Отцы летали там до нас, Но если дали нам приказ, Мы обязательно смогли, Ведь мы умеем. Экипажин просто смог, И пусть усталость валит с ног, Но мы так рады нашей маленькой победе, Что нас совсем не клонит сон, Не спит сегодня гарнизон, Домой вернулись из Атлантики. Медведи пришли, Домой, медведи. Идут в разволочку, Медведи, Домой, любимые медведи. Медведи, 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 Песня, ну такая, невесёлая. Завтра вот выступая на Московском вертолётном заводе имени Миля, Пригласили летчики-испытатели, Они вот, как я уже говорил, 18 августа, Ну там все такие ребята уже матёрые, Которые всю свою людную жизнь, День Воздушного Флота, Отмечали именно 18 августа. Хотя главный для них праздник, Этот день армии искривятся в октябре. Я вернулся. Весь набитый до отказа, Я принёс их всех, На базу всех и сразу. Хоть мне трудно, но в высотах Взял я всех живых трёхсотых, Три двухсотых. Я их принял под завязку, В окровавленных повязках. Дальше сказка, Что движок не захлебнулся, Что я чудом и вернулся, Я вернулся. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Я участвую в парадах, Что мне думать о наградах На пределах, на износе. Я МИ-8. Я вернулся. Кто вскомандовал, Мне воленно нахватал, Я пули довольна, Ох, как больно. Справа блистер, Мне разбили, Права тебя хоть не убили, Зацепили. Капитан, что в левой чашке, Матерился, было тяжко, Мы в рубашках. С ним мы верно родились, Потому что не разбились, Возбродились. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, Жалко будет, если спишут, Я ведь старым износим, Я МИ-8. Я вернулся, А в салоне наследили, Пятна бурые застыли, Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, Капитан ко мне вернулся, Затянулся. К борту мне ладонь прижала, И ладонь его дрожала, Так устала. Говорил, что все в порядке, Гладил мне рукой заплакал, И заплакал. Вот судьба моя какая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, Все равно летать охота, Пусть по войнам меня носит, Я МИ-8. Я МИ-8. Я вот себе так запланировал, И иногда, Ну не иногда, Достаточно нередко, Пью, Пою, Поговорка, Друга сказала, Мы здесь неоднократно выступаем, Вадима Захарова, Покуда что-то пришла новая, Если не собьюсь, Как-то редко это бывает, Я по-своему некоторые вещи На сегодня поболтало, Потрепало, Помотало, Так что рвало-вырывало, Что в руках не удержать, Мы изрядно попотели, Покрутили-повертели, Но доехали и сели, Слава Богу, Так сказать. А когда в ночи сверкает, Самолет в ночи сверкает, Бросает, Каждый сразу понимает, Как он сильно хочет жить, Пассажиров мы жалели, Как могли, Как умели, Да мы же сами жить хотели, Если честно, Говорить, Полет окончен, Заторможенный шасси и самолет, Устало крылья опускает, А на перроне Теплый дождик моросит, И у стоянки Нас автобус поджигает. Мы проходим между кресел, Все в порядке, без эксцессов, И на лицах побелевших Вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, Что остались нынче живы, И нас за то, что не убили, От души благодарят. Наш рейс окончен, Командир и экипаж Желают вам Всего хорошего, До встречи, А на перроне Нас встречает летний вечер, Не создавайте, У дверей ажиотаж Наш рейс окончен. Командир и экипаж Желают вам всего хорошего, До встречи, А на перроне Нас встречает летний вечер, Не создавайте, У двери ажиотаж Не создавайте, У двери ажиотаж Нас встречает летний вечер, У двери ажиотаж Нас встречает летний вечер, У двери ажиотаж Там на Кавказе, Когда Грузия напала На Южную Осетию, Некоторые почему-то С этим спорят, Особенно сейчас В свете украинских событий, Как думаешь, Вот пропаганда работает, Ну ладно, Ну и песня такая, Которую Приписывают мне в том, Что я ее написал На те события, Я уже сам в это поверил, Хотя Суть была в том, Что никогда не надо сдаваться. Воздух августом расплавлен, Обратились точки текста, Под завязку и заправлен, И подвешены все средства, Игра птиц, сирена, Воет, а пусть эрекопониры Пахнет в воздухе войною, Значит, миру не до мира, Миру явно не до мира. Ночи, видимо, до ночи Тем тяжелым не маячат, Я не нож, но я заточен Под военные задачи. В эльверхарь большие лица Не нашли для мира повод, Не смогли договориться, Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне Эти двое, что во мне Время че на всех часах. Только стрелкам не решить, Сколько нам летать и жить, Наши судьбы на весах. Где там небесах? Нам троих адреналина, Добавляя неизвестность, Мы жалеем Керасимина, Я обрец и плодовестность. Где-то рядом неприятель, Мне сейчас не только принеса. Включим главный выключатель! Мы всех выключим, кто снизу! Выключим тех, кто снизу! На посты огнем и громом Огрызается поверхность, Контингент и давний промах Повышают нашу смертность. И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро, Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура! Кашель, жар, температура! И отчаянно втроем Через небо напролом, Как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, На кону всего лишь жизнь, Наши судьбы на весах. Где-то в небесах! Живых, кого не убит, Хоть по мне глупили точно, И ретунте те виды, Чтоб на воздух не шли срочно. Эти двое, как и на меня, Великация на задержки, Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как и чую эскадрилью, Даже если им болитность. Я не складываю крылья, А меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, Пусть мы еле волочемся, Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся! На войне, как на войне, Даже если ты в огне, Надо верить в чудеса. Чтобы не было, держись, И тогда не смерть, а жизнь Перевесит на весах. Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Перевесит на весах Перевесит на весах Субтитры сделал DimaTorzok